да друзья бывает же такое что все на ходу вот прям реально все на ходу и это выражение прям сегодня ко мне очень подходит все на ходу даже вот даже вот перекус не знаю кого как бывает у меня причем в москве это часто в турции пробах нет все успеваешь а вот здесь все на ходу поэтому будем прямо сейчас с вами общаться и жевать как обычно многие немногие а там два злых зрителя у меня появились пишут что ты же ешь на камеру ну вот к сожалению или к счастью это life понимаете я снимаю ежедневные влоги целыми днями я что делаю работаю и жару единственное вот к сожалению не могу себя снимать когда сплю а так бы еще и спал бы снимал короче ладно не проник забежал в магазин купил себе классный чай с бергамотом черный очень вкусный такие печенюшки однажды я не помню у кого кто-то мне дал попробовать серёг попробуй печенье игры были сушки я не очень вообще печенье вообще в детстве когда-то любил сейчас вообще не люблю ты нет попробуй а это печенье сделано из шоколада и орешков то есть как бы орехи залиты шикар шоколадом и как как такового печенье там вообще нет вообще тесто офигенная штука вот запомните как она выглядит даже по названию вам не могу сказать что здесь камблу что-то такое крем мама мама короче я стану диска стрем потом конечно же мои любимые блины мясом сейчас я их буду употреблять потом решил что на работе иногда хочется чего-нибудь перекусить здесь до попить чайку горячего то что бывает лобных два часа идет на улице два часа сечь представить и либо это ты это там штук пять шесть подряд и ты реально замерзаешь и хочется чем горячего и при этом сладко и вот решил взять вот такую плитку шоколада огромную вот но единственная ребят знаете что я сейчас показывал а меня смутило то что я вот сейчас обнаружил посмотрите свободности правильно я же ну не дебилуша вроде правильно срок годно здесь как бы просрочно да написано до 22 просрочен до 22 же написано тебе сейчас 21 год я уже думал что уже 22 все правильно короче шоколад вот такой молочный совет тема когда еще и голоден когда замерз раз раз чайком горячим пойдет ну и конечно же чтобы не выходить на съемочную площадку где между зубов тут позастревала шоколад и или орехи жвачка обычно вот такой чайник разыгрывается делаешь 5 онлайн заказов и получаешь вот такой офигительный чайник я вообще люблю чайники с подогревом что я люблю горячий чай вот например сюда наливаешь чай делаешь там но там если брать небольшие кружечки 2 кружечки выпиваешь все третья кружка уже будут холодные то чайник хочется где-то греть а греть его негде и вот почему я обратил внимание вообще в принципе на такие акции не обращаю внимание но тут вот такой чайник с подогревом внизу есть такая тема для подогрева еще и такая вот кружка и фава прикольно ладно друзья пошел я трапезничать свой американам свои блины в общем не буду в этот раз вас смущать своим желанием вы в коментах пишите кого это смущает кого не смущает чтобы я понимал если большинство это не смущает тогда будем общаться и желать и да кстати посмотрел что прямой эфир прошел достаточно хорошо интересно вам всем понравилось как я понял просмотров достаточно неплохо набрал видос и в комментариях мы как-то живо с вами общались много вопросов туда-сюда если прямые трансляции прямые эфир вам нравится обязательно пишите мне в комментариях серега давай примут прямой эфир или трансляцию и будем так делать почаще ладно все я погнал кушать блинчики не ребят с этим я не поделиться не могу вам показал вот эти печенье вот вкуснятина вот вот так сделано маленький вот так они выглядят это вот на самом деле я походу пробовал другой потому что здесь сейчас я покажу есть тонкие тонкие слой печенюшки видите видно я думаю вот и это печенье еще вкуснее чем то который пробовал с арахисом короче арахис печенье и шоколад бомба вот это и называю спокойной пяти минуточка сижу чашечка кофеечек самое главное что печенюшка и кофеечек и блинчики с утра они уже должны провалиться в моем организме незаметно потому что с утра у меня была пробежка пять километров и сегодня после пробежки я еще делала растяжку немножко брусьев и турников так что так ну и на вам наверно виднее выхудел я или нет может соответственно как таково уже да то есть умирающих такой мамочек хороший был причем он такой именно вздутый был то есть бока такие жирненькие были сейчас все вроде под уменьшилось 78 диапазон 78 80 килограмм где-то пляшет вес у меня уже вызывает настройку пошел я проводить это может быть вас возьму с собой если интересно если не интересно так и пишите вот то что вам не интересно пишите сразу в коментах чтобы я больше в дальнейшем грубе это не снимал лада так ну что нужно двигать потому что не сегодня еще сюда возвращаться сегодня еще вечером съемка малинок это конкурс такой раз в неделю разыгрывать так что в жилетке оставил елки-палки жилетки оставил ключи так оставляем это вот здесь телефон суда и за жилетки вот сейчас хочу быстренько съездить домой потому что я недалеко отсюда живу сделать пару дел еще настройку успехи потому что сейчас объект один интересный нас строится и скоро сдача а я его еще ни разу не показывал дни настоятельном канале не у себя поэтому нужно обязательно съездить и показать то что мы построили то что мы будем сдавать ближайшее время очень интересный дом очень интересная планировка внутри но в общем все покажу и расскажу если успею сегодня туда добраться потому что пробки мне к восьми часам уже сколько три восьми часам нужно вернуться беру свою жилеточку потому что здесь ключи даже не закрывая гримерка сегодня потому что гримерку закрываю только тогда когда уезжай но и в плане того что здесь вообще можно все оставлять никто ничего чужого не возьмет правильно гримерки можно спокойно оставлять вот если если надо что-то вкусное приготовить пожалуйста вращать на обращайтесь отлично вот так что вот так ребят позитив позитив то там на поляне вот если перевернуть камеру там на поляне у ребят бывает стрессовые ситуации негатива куча здесь в аппаратной все ребятки на позитиве все работают все хорошее настроение как он совершенно по-другому смотрится с затемненными до передними стекла просто смотрится бомба бомба не помню кто именно но кто-то в комитах писал серега что за вода вот вот так вот запасами пополняется раз в месяц я заказываю на озоне вода петровская вот такая водичка видите да пашню 96 высокий природная минеральная вода очень качественно ну и соответственно ой просто только что все это выгружал в 1 под натаскался с качественная вода вкусно и хорошая потому что у меня есть такая знаете как в общем покажу такая штука которая меряет воду и показывает но она пригодна на для питья или нет вы удивитесь половину воды которая продается у нас на прилавках она непригодна для питья даже то есть показывает этот метроном или как он там называется показывает что это полная фигня то что вам продают в магазине хотите сделаю эксперимент возьму там 6 для вас специально сделаю там шесть или семь бутылок воды на выбор куплю и мы поэтому метрономы с вами посмотрим то что я для себя уже посмотрю вот даже родниковая вода которые говорят о родниковая вода его товарищи тут взял д д д посмотри чуть из родникового до померила она слишком много железа в ней для питья как бы она не очень годится все думают родниковая вода она очень полезна нужно знать нужно знать кстати этот вот прибор который меряет воду качество показывает качество воды можно пить нельзя пить умеренная неумеренная вода короче она продает эта фишка продается на зоне не знаю не смотрел в аэропорту я когда в самолете летишь там продаются всякие разные прикольчики там типа наушники вот эта штука для замера воды и потом штука для замера фруктов то есть много пестицидов фруктах или немного пестицидов фруктах в общем можете если летаете часто купить себе такую тему вот но я затарился водичкой теперь мне хватит и готовить на ней и чай пить но я в последнее время стал чай вот смотрите в чем еще прикол то есть до этого я в чайнике как бы ну не заморачивался наливал в чайник в воду обычную из-под крана у меня чайник весь в накипи то есть у меня там прям накипи я я реально вы выбросил чайник если хотите сейчас пойду покажу в мусорное ведро сейчас покажу в итоге выбросил а потому что накид не отмывается когда заливаю воду вот эту в чайник да вот у меня новый чайник накипи нет и не понимаю то ли то ли из того что из крана идет она хоть и фильтрованная с крана дано там фильтруется очищается и так далее много железа получается в ней вот в этой получается что нет столько железа и она не оставляет накипи и тем самым ваш чайник еще дольше служит но сразу скажу у него специфический вкус то есть она на вкус не просто обычная вода она такая со своим со своим привкусом но нужно привыкать к ним по большому счету так а обещал показать чайник сейчас сейчас не поверите реально выбросил еще приготовлены для брата здесь водичкой отложил ему 10 упаковок пускал 10 упаковок мне хватит вот мой мусор да вот вот я разве вот такой у меня чайник был он весь в накипи и я ему короче не отмыл поэтому решил что нафиг он не нужен надо его просто выбрасывать и все и выброси приобрел новости сейчас ребят разгрузил кучу воды загрузил 4 огромных колеса в багажник сейчас еду переобуваться потому что посмотрел что на следующей неделе будет падать температура до минус 3 нужно срочно переобуваться потому что у меня еще пока летняя резина погнали так парни сладости нету вот есть гадости забирайте все гадости не делайте ладно давайте вот такие приколисты нас по поселку ходит сладости или гадости короче либо 100 рублей дали либо конфеты либо гадости какие-то сделают но сегодня типа же хэллоуин вот поэтому пришлось отмазываться 100 рублями потому что все сладкое сам сожрал и такой хожу подобным блин что же что же им дать что же дать было до 100 рублей дам что в гадости где-то двери так в общем я вот вы видите колеса зарядил свои до загрузил зарядил сейчас отвожу хочу короче диски покрасить потому что диски немножко немножко облучились и хочу сейчас чтобы краску сняли и покрасили то есть у меня есть два-три дня чтобы это все сделать потому что потом будут морозы поскольку у нас все закрыто и поесть негде и я дома ничего не готова я заехал магазин и решил что я поем прямо машине по звуком макдональдс мне не охота жевать потому что мак это такая тема на нее подсаживаешься я на самом деле по себе заметил как только этом раз макдональдс ходил все на следующий день мне уже опять хочется думать были зачем удобно же быстро 1 раз зашел перекусил все удобно все быстренько зачем заморачиваться зачем ехать специально в магазин где продается еда на вынос брать это с собой шоколадку купил себе кайфу сейчас все дело приговорю так это суда в общем у меня здесь гречка с грибочками с грибочками и вот такая вкусная свекла вообще я противник того чтобы есть в автомобиле потому что где-то счета упадет куда-нибудь там подсиденье закатиться и профит достаточно туда свекла супер правда с чесноком на что делать дайте вот так сделал до солнца сбоку и фигачит сегодня погода просто шикарная 9 градусов тепло давно не ел свекло она офигенная вчера кстати такая же погода была солнечная я вчера я не знаю почему-то на пробежку вас никогда с собой не беру да прошли неудобно с камерой бегать но но как-нибудь возьму то что гопроха есть думаю надо поправку вчера бежишь вот я вчера пробежал сколько 77 с половиной километров почти там 8 да то есть я поставил себе задачу что я буду бежать час вот я час бежал и наслаждался вот 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 такой погодой которая солнечная которая приятная на улице приятно короче бежать бежишь и у тебя улыбка на лице кайф но и в принципе когда ты бегаешь практически ежедневно я всегда хорошее настроение и при этом хороший аппетит вот гречки раньше вообще относился вообще не очень считал блин ну нафиг она нужна невкусная вот потом когда дошулька меня подсадила она любит ее и умеет ее классно готовить если просто гречка она мне не заходит а если гречка с чем-то добрый раз грибами то она очень вкусная и вообще когда вот я без дошульки живы здесь да один то мой желудок превращается раньше как нет мой желудок превращался в пачку пельмени я очень не заморачивался с едой типа зачем питаться правильно если я и так не не поправляюсь пельмени купил все нормально пельмени утром в обед и вечером ели ел я сейчас как бы могу их поесть но в данный период времени я стараюсь за питанием следить более менее стараюсь там дерьмиться никакой не есть ну да у меня есть грешок это вот тут сладко сладкая у меня первой половине дня как я вам говорил первый половине дня потом много двигаешься потом ежедневно пробежка сегодня не будет пробежки то что вчера и позавчера позавчера я пробежал 6 километров но при этом на скорость а вчера была такая слабая пробежка но тем тем не менее час бежал и за час прижал там семь с половиной километров организм сегодня говорит отдохни даже вчера мои часы нажал кнопку старт побежали часы мне говорили отдохните сегодня у вас отдых потому что вы вчера типа под напряглись часы у меня спрашивают какие часы у меня garmin феникс 6x одна из самых топовых линеек в ней есть все что вам нужно для пробежки для жизни для всего то есть я их вообще практически не снимаю даже даже сплю в этих часах вот ладно ребят не буду вас утомлять наверное своим перекусом поехал я меняю покрышки сейчас быстренько даем свою гречку свою свеклу и двинусь уже менять не менять а красить в диске